Звук. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно. И будем начинать наш сегодняшний вебинар, первый вебинар в этом году. Но вот пока жду от вас подтверждения, что звук есть, картинка есть, и мы можем начинать. Да, отлично, вижу, плюсики пошли. Прошу прощения за небольшую задержку. Как всегда, компьютер решил обновиться в самый неподходящий момент, но я думаю, что мы все успеем и разберем. Коллеги, рад вас приветствовать уже в новом 2018 году. Всех поздравляю с Новым годом и Рождеством. От себя желаю реализации всех целей, всех планов, которые вы для себя ставите. Я обычно желаю, особенно с точки зрения трейдинга и системного подхода к трейдингу, это чтобы цели оставились конкретно и достигались поэтапно, чего всем вам и желаю. У нас сегодня первый вебинар в этом году. Как всегда, по понедельникам онлайн-обзор текущей ситуации на финансовых рынках. И мы с вами сегодня посмотрим, что у нас на рынках произошло за последние две недели. Уже после праздника все постепенно возвращаются к торговле. И, в принципе, нас ждет следующий довольно-таки активный этап на финансовых рынках уже до лета этого года. Ну и мы с вами посмотрим, с чем у нас этот год начинается. Как всегда, перед началом это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках сопряжена с определенными рисками. И не стоит переходить к работе на реальную счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. Ну и вся информация, которая дается в рамках данного вебинара, ну и, в принципе, всех вебинаров, которые проводит компания Admiral Markets, не может являться прямой рекомендацией к действию. А вебинар проводится только в целях обучения и в целях ознакомления. Для тех, кто присутствует впервые на данном вебинаре, представлюсь. Меня зовут Исаков Роман. Я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. Компанией работаю уже более пяти лет. Ну а мой опыт трейдинга, который мне позволяет делиться с вами теми наработками, которые у меня есть, составляет порядка восьми лет. Собственно, это опыт и собственной торговли, безусловно, и общения с трейдерами. Поэтому это все, весь накопленный багаж знаний я стараюсь передать вам, чтобы вы, возможно, наступали на грабли, без этого никуда, но меньше, чем трейдер, который только начинает и осваивает финансовые рынки, что называется в большей степени вслепую. Как всегда, по режиму нашей работы у нас вебинар проходит каждый понедельник, возможно, со следующей недели, но мы об этом обязательно повестим, мы его переместим в формат стрима, то есть через YouTube-канал. Там это делать, на мой взгляд, несколько удобнее, чем через платформу webinar.ru. Поэтому, если вы еще не подписались на наш YouTube-канал, то я рекомендую это сделать. Вот ссылочку я сейчас приложил, чтобы вы получили уведомления о новых событиях, о новых трансляциях, которые мы там будем проводить. Но я еще раз оговорюсь, что мы обязательно повестим всех, если мы перейдем на площадку YouTube и будем полностью транслировать данные обзоры уже непосредственно оттуда. Ну а на площадке webinar.ru уже проводить непосредственно тематические вебинары, которые требуют довольно-таки большого времени и детального разбора. Как всегда, коллеги, напоминаю, что у вас есть возможность задавать вопросы. Перед вебинаром вы можете их присылать мне на почту. Лучше всего, если вопросы будут содержать в себе скриншоты, вопросы по какой-то рыночной ситуации, по торговым моментам. Но лучше, чтобы от вас было полное описание вашего вопроса, и мы обязательно его разберем уже на наших следующих вебинарах. В почту я также приложил. Ну и давайте перейдем к MetaTrader. Я, честно говоря, был также в отпуске, вот буквально вчера вечером вернулся. И текущие задачи, которые были, затянули. И практически посмотреть, что на рынке. Ну, конечно, посмотрел, что на рынке поменялось, что не поменялось. Но вот вместе с вами мы разберем фактически то, что происходило за последние полторы недели. И уже наметим тот план, тот план действий, который нас может ожидать на неделе предстоящей. Сейчас я запускаю MetaTrader. Также, коллеги, напоминаю, что ваши вопросы, они приветствуются. Поэтому пишите в чат точно так же, как у нас это было всегда. То есть, если на каком-то моменте у вас появляется вопрос, то напишите, и я обязательно на него отвечу. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюс, если у вас сейчас появился терминал, появилась пара евро-доллар, с которой мы начнем наш обзор. И сейчас я сделаю более удобную картинку для нас с вами, чтобы было лучше видно. Да, вижу, что плюсики есть. И вот есть вопрос по локальным уровням. То есть, это вот как раз тот вопрос, который был прислан в чат перед вебинаром. Я, коллеги, его сейчас скопирую всем в чат, чтобы было его видно. И, собственно, наш вебинар, я как раз хотел начать с него. Вопрос, он заключается в локальных уровнях. В чем разница между уровнями поддержки, сопротивления и локальными уровнями. И какую функцию они дают. Отвечу, не могу не ответить я на данный вопрос. Поэтому мы начнем именно с него. Давайте по порядку. То есть, у нас цена, в принципе, в поведении цены мы можем определять закономерность. То есть, что такое трейдинг? Это поиск паттернов, поиск закономерности, которые с большей вероятностью отработают точно так же, как и в прошлом. То есть, если мы говорим о какой-то ситуации, которая была несколько дней назад, несколько месяцев назад, несколько лет назад, то вероятность ее повторения довольно-таки высока. И один из постулатов технического анализа гласит, что история повторяется. Соответственно, поиск уровней поддержки, сопротивления, локальных, среднесрочных, долгосрочных уровней, он, в первую очередь, в себе несет ту ситуацию, которая у нас может повториться. Во-первых, если мы говорим о уровнях поддержки. Давайте сейчас немного порисуем, просто разберемся, в чем у них отличие. К примеру, если мы видим какое-то направленное движение. Предположим, вот такого вида. Коллеги, давайте еще раз проверим. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если то, что я рисую, у вас тоже отображается. Вот синий график, ну, то, что я нарисовал. Да, спасибо, Максим. Соответственно, уровни поддержки – это те уровни, которые цена встречает при нисходящем движении, а уровни сопротивления, которые встречают при восходящем. Вот, к примеру, я нарисовал в виде тренда, в виде трендного движения. Вот красным цветом сейчас я обозначил уровень сопротивления сверху, а снизу – это уровень поддержки. То есть уровень поддержки, он всегда находится внизу, а уровень сопротивления, он всегда находится вверху. Если мы разберем точно такую же ситуацию, но, к примеру, если у нас было боковое движение, здесь будет более, я думаю, что наглядно, то сверху у нас будет уровень сопротивления, снизу у нас будет уровень поддержки. Вот как раз на боковиках очень хорошо пояснить, в чем заключается смысл данных уровней, потому что мы их тоже сегодня будем находить, смотреть, что у нас, какие уровни важные сейчас являются актуальными, и уже непосредственно к текущей ситуации мы подойдем. Так вот, что касается боковика. У нас сверху есть уровень поддержки, снизу уровень сопротивления. Вот в чем смысл данных красных линий сверху и снизу? В том случае, если мы видим, что у нас цена уходит за уровень сопротивления, то есть за ту линию, которая у нас находится сверху графика, то, вероятно, в этом случае будет продолжение роста. Второй альтернативный сценарий, давайте нарисуем вот такими пунктирными линиями, если цена уходит за уровень поддержки, за нижний уровень, то в этом случае уже будет, вероятно, направлено движение вниз. То есть, вот этот период консолидации, цена собиралась, что называется, силами, и уже после прорыва одного уровня, либо вверх, либо вниз, у нас уже более явно формируется тенденция. Ну и что касается уже трендовых ситуаций, в тот момент, когда у нас цена, к примеру, пересекает, уходит ниже трендовой линии, то есть уровня поддержки при восходящем тренде, то также у нас может появиться изменение тренда нисходящего, ну а пробой вверх, пробой уход выше данного уровня уже будет нам говорить о ускорении тренда и о продолжении данной тенденции. То есть, это вот такие базовые моменты, которые здесь важно учитывать. Мы будем рассматривать их несколько более локально, потому что каждый инструмент, каждая валютная пара, каждый индекс, он имеет свои особенности. Поэтому мы на этом будем внимание акцентировать. Итак, коллеги, вот мы с вами подошли, собственно, начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. И что здесь мы можем с вами отметить? Во-первых, тот факт, что пара евро-доллар подошла к уровню сопротивления, который у нас находится на отметках, точнее, был зафиксирован в сентябре прошлого, уже прошлого года надо себя, обычно первые недели нового года, еще продолжать говорить этого года, но здесь у нас уже год прошлый. То есть, в сентябре 2017 года цена подходила к максимальным значениям в области 1.20. Собственно, куда мы с вами и ставили цели по движению на конец этого года. И, фактически, данный уровень сейчас является уровнем сопротивления. Его мы можем назвать долгосрочным. То есть, мы, как правило, разделяем, ну, по крайней мере, я для себя разделяю уровни на три составляющие. Это долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный. Отличие их в том, на каком таймфрейме мы их смотрим. То есть, если у нас долгосрочный уровень, то это дневной таймфрейм, как правило, если среднесрочный, то это четырехчасовой, если краткосрочный, то это часовой. Они могут быть и меньше. То есть, если вы торгуете внутри дня, то есть, открываете позиции на несколько минут или на несколько часов, то для вас долгосрочный, то есть, уровень старшего порядка может быть на часовом таймфрейме, а меньше он на 15-минутном и еще меньше он на минутном. То есть, здесь важна взаимосвязь. Всегда важно помнить о том, что уровень сопротивления на старшем таймфрейме, он гораздо более сильный, гораздо более сильнее, чем уровень на таймфрейме меньшего порядка. Вот это одно из правил, которые это важно помнить. Так вот, что у нас происходит по паре евро-доллара. Мы с вами подошли к уровню сопротивления, который на отметке 1.284 на текущий момент находится. Что мы видим сейчас? Локально мы перейдем на более мелкие таймфреймы и посмотрим уже более детально. Но пока давайте посмотрим недельный таймфрейм. Здесь он нам потребуется, потому что, не посмотрев недельный таймфрейм, мы с вами не увидим того, что фактически мы сейчас подошли к тому уровню, который был поддержкой в 2012 году. Практически 5 лет назад, но чуть больше. И на тот момент цена к нему подходила с нижней границы. То есть это вот как раз была та граница канала. Я думаю, что те трейдеры, кто торгует более 5-6 лет, вот этот момент помнят, когда у нас на месячном таймфрейме был сформирован такой, можно сказать, треугольник. Цена ходила в боковике от 1.21 до 1.60 максимум, который был. И, собственно, сейчас мы подошли вновь к этому уровню, который уже сейчас является сопротивлением, тогда он был поддержкой. И что у нас здесь может произойти? Здесь у нас есть два сценария. То есть первый сценарий – это в том случае, если цена закрепляется, уже пробивает данный максимум, то есть входит выше максимальных значений, которые мы видели в сентябре этого года, то у нас уже открываются следующие цели на, ну, фактически на предстоящий год, а возможно и на несколько лет – это движение уже вот в эту область на 1.40. Безусловно, эта остановка может произойти и чуть раньше, то есть мы можем обозначить и более локальные уровни, то есть те уровни, которые находятся более близко к текущей цене, потому что они также, в свою очередь, могут служить определенными остановками. То есть здесь не идет речь о том, что если цена пробьет данный уровень, то мы увидим вот такой рост за несколько месяцев до отметки 1.43. То есть это, безусловно, будет идти постепенно, и на каждом ценовом движении, на каждом ценовом импульсе у нас будут возникать определенные уровни поддержки и сопротивления. Но то, на что я хотел обратить ваше внимание, как раз касательно того вопроса, который был задан, это то, что сейчас мы подошли к уровню сопротивления, и уже на неделе, на месячном таймфрейме мы это видим. То есть вот область 1.20.74, она на текущий момент является целью для преодоления по паре евро-доллар с учетом сохранения роста. Мы можем здесь отметить 2.2 возможных варианта развития событий, то есть с точки зрения дневного таймфрейма. Первый сценарий – это цена закрепляется выше отметки 1.20.80. Первый сценарий, далее мы видим уже движение на 1.27, на 1.30, ну и, собственно, уже стремимся к 1.40. Или второй вариант, здесь мы можем обозначить локальный уровень поддержки для дневного таймфрейма в области 1.15. Вот если говорить о возможности снижения евро к паритету с долларом, то есть на 1.03, на 1.01, то данный сценарий будет возможен только в том случае, если мы увидим уход уже ниже отметки 1.15. То есть вот фактически два таких ключевых сценария, которые мы можем отметить на, ну я думаю, что на ближайшие несколько месяцев точно. Соответственно, если мы говорим уже о локальных, да, локальных, о тенденциях меньшего порядка, то если мы с вами перейдем далее на 4-часовой таймфрейм, то мы сейчас видим уход в коррекцию, то есть то восходящее движение, которое у нас началось с середины декабря и цена прошла порядка 300 пунктов, то есть в принципе до тех целей, которые мы ранее ставили. И, собственно, почему мы ставили эту цель? Потому что раньше этот уровень, а именно в сентябре, служил сопротивлением, то есть цена от него отбилась, если мы промотаем до сентября, и мы ушли вновь в коррекцию, которая составила порядка 500 пунктов. Вполне тот же самый вариант развития событий мы можем ожидать и на текущий момент. Но будем держать в голове то, что основной тренд у нас на текущий момент сохраняется восходящий. И, собственно, таковым он будет до тех пор, пока не будет преодолен ближайший уровень, который у нас находится в рамках последнего импульса, который у нас был сформирован на дне. Вот он. То есть уровень у нас находится здесь. Это отметка 1.17. То есть более локальный уровень. То есть уже после преодоления данного уровня мы можем смещать приоритет с покупок на продажу. Все нисходящие движения, которые у нас могут быть в этой области, в этом промежутке, они являются коррекцией к более крупному тренду. То есть к восходящим. То есть все те движения вниз, которые у нас идут, пока мы не ушли ниже отметки 1.17, они являются коррекционными. То есть, собственно, уже открывая сделки на меньших таймфреймах, то есть, к примеру, на часовом таймфрейме, мы понимаем, что тренд с большей вероятностью продолжится, чем поменяется. И открывая сделку на продажу, мы должны быть готовы к тому, что эта коррекция в любой момент может закончиться. и мы будем готовы, к примеру, закрыть продажи, которые были открыты, и уже вновь вернуться к торговле по тренду. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит локально и, собственно, происходило в конце прошлого года. Последний вебинар у нас с вами был 25 декабря. Это вот примерно в этой области мы находились. И в рамках часового таймфрейма у нас здесь тенденция вернулась уже вновь к росту после преодоления тех максимальных значений, которые у нас были сформированы по максимуму 22-26 декабря. Ну, 27 декабря мы его успешно преодолели и вновь пошли к нашим следующим целям, которые были на отметке 1.2080 и обозначены. Еще, коллеги, я напомню, для тех, кто присутствует на нашем вебинаре впервые, для тех, кто, ну, точнее скажу, по какому принципу мы определяем смену тенденции в рамках часового таймфрейма, потому что он, ну, примерно для меня является основным для принятия решения, это то, как у нас закрываются торговые дни, то есть фактически отслеживать тенденцию на часовом таймфрейме, но за целый торговый день. Что нам это дает? Если мы с вами посмотрим, опять же, пока схематично, и мы с вами видим вот такую тенденцию нисходящую, мы не берем в расчет то, что там происходит внутри, я сейчас хотел пояснить сам принцип. То есть возобновление, к примеру, роста в данном случае произойдет в тот момент, когда мы увидим ситуацию, при которой у нас цена пробивает максимальное значение предыдущего торгового дня, и уже цена начинает двигаться в сторону повышения. То есть вот этими синими прямоугольниками у нас обозначена коррекция, которая фактически у нас была, ну, последние уровни, да, которые примерно можно увидеть, это вот в 20-х числах декабря, но мы посмотрим уже вот то, что происходит сейчас, это будет более наглядно, более понятно, но сам принцип заключается в том, что возобновление роста с большей вероятностью произойдет в тот момент, когда инициативу перехватят вновь покупатели, да, если у нас было, к примеру, снижение, коррекционное снижение, это означает то, что продавцы сейчас имеют больший вес, да, больший объем, и за 24 часа они сохраняют свою силу. Но в тот момент, когда как раз происходит перелом и цена начинает двигаться в сторону повышения, это говорит о том, что покупатели вновь становятся сильными участниками по данному инструменту, который мы смотрим, и это сигнал к тому, что мы можем опять рассматривать покупки. Как мы это отслеживаем в рамках часового таймфрейма? То есть у нас есть день, который обозначен, например, локальным максимумом, и в том случае, если у нас появляется следующий день, при котором сначала одна свеча пробивает его, затем следующая и открывается, закрывается полностью за этим уровнем на часовом таймфрейме, это является сигналом к тому, что уже происходит смена тенденции. То есть если мы до этого, если мы до этого, к примеру, снижались, здесь был максимум, к примеру, от торгового дня, то на следующий день, если мы видим пробитие максимума предыдущего дня, и одна свеча, часовая, по крайней мере, закрывается, открывается за этим уровнем, то это уже нам говорит о вероятности смены тенденции. А теперь давайте перейдем уже к непосредственно более практичным моментам, которые мы можем отметить сейчас. Во-первых, после открытия рынка, после праздников, собственно, открылись мы 2 января, достигли максимальной значения в области 1.20.80, и потом постепенно мы начали снижаться. Во-первых, здесь важно обозначить те уровни, которые у нас являлись максимально минимальными. То есть мы, во-первых, уперлись в сопротивление, то есть уже, если были открыты позиции, например, на покупку, то их нужно максимально защищать, особенно после тех импульсов, которые были 4 января, по открытым позициям на покупку стоп-лосс имело место переместить за минимум, который у нас был сформирован 3 января, потому что в том случае, если она уходит ниже данного уровня, то, вероятно, опять начало коррекции, а важно трейдерам фиксировать прибыль. То есть не ждать максимального роста, то есть докуда дорастет, а следовать своим правилам и выходить из позиции тогда, когда ее держать на какой-то период времени смысла нет. Как в данном случае здесь. То есть мы уперлись в сопротивление на старшем таймфрейме. Вблизи этого уровня вполне можно ожидать, во-первых, продолжение импульса, это уже был второй подход, но и в то же время нужно быть готовым к тому, что цена еще раз уйдет на коррекцию, и вот завершение этой коррекции также может послужить интересной точкой для присоединения уже непосредственно на покупку, то есть в сторону основного тренда. Собственно, мы не смогли практически уйти выше максимума, который мы показали 29 января, прошу прощения, и далее ушли уже в коррекцию. Последний торговый день, который у нас был 5 января, это была пятница, собственно, здесь минимум у нас был обозначен на отметке 1.2020, максимум на отметке 1.282. Опять же, максимальное значение мы обновить не смогли. То есть фактически вот этот коридор был ключевым на сегодняшний день, на понедельник, а что будет дальше? То есть мы уходим выше максимумов, которые были на максимуме в пятницу, то рост продолжается, то есть, собственно, ничего не меняется. Ну, а в том случае, если мы закрепляемся ниже минимальные значения, которые были в пятницу зафиксированы, то это нам говорит о том, что тренд может поменяться, что, собственно, мы и видим. Вот тот принцип, о котором я говорил, у меня на графике сразу же нанесены две линии, это D1 High и D1 Low по значениям предыдущего дня. То есть не нужно их строить самостоятельно, они перестраиваются автоматически. Вот вы данные, данное дополнение для вашего метатрейдера четвертого или пятого можете найти на сайте Admiral Markets, это называется Supreme Edition, который позволяет, как одна из функций, которую мы рассматриваем, это как раз установка таких уровней. Сейчас я тоже в чат ссылку скину для тех, кто еще не пользуется данным инструментом, чтобы вы смогли его установить и использовать. То есть уже, когда вы его ставите на ваш метатрейдер, в разделе индикатор у вас появляются наборы пользовательские, которые начинаются со слов Admiral и вот здесь есть Admiral High Low. Он как раз нам и показывает максимум минимум предыдущего торгового дня. Так вот, сегодня мы видели уже 8-часовая свеча и открылась и закрылась ниже минимальные значения, которые у нас были в пятницу, что в рамках часового таймфрейма нам говорит о том, что сейчас начинается коррекция. То есть мой рост был отработан на какой-то период времени и мы сейчас опять уходим в коррекцию. Здесь наиболее интересным сценарием для торговли является это присоединение уже в тот момент, когда эта коррекция заканчивается. Ну и второй альтернативный, это уже работать непосредственно на самой коррекции. То есть против тренда это тоже важно учитывать, потому что открытие сейчас, продаж, они идут против основного тренда и здесь нужно быть аккуратным, по крайней мере регулировать объем. То, как мы это делаем, я обычно об этом много раз уже говорил, то есть если вы работаете по тренду, то открываете сделку стандартным риском. Если против тренда, то риск уменьшаете. Так вот, в принципе, для тех, кто был готов продавать после отбоя от этого уровня, то вот сегодня как раз был данный сигнал на 8-часовой свече, то есть вот фактически отсюда можно было это уже делать со стопом за максимум предыдущего торгового дня, то есть это порядка 70 пунктов. Ну или второй вариант, ставить отложенный ордер селл-лимит на уровень пробития, то есть чуть ниже минимума, который у нас был в пятницу, и в том случае, если она корректируется, подходит к этому уровню, то входить уже непосредственно скорее. То есть то, что, собственно, делать имеет смысл сейчас, потому что на текущий момент цена ушла от данных уровней на 40 пунктов, и стоп-лосс у нас пока никуда не делся. Он пока находится все еще на максимуме пятницы, то есть от текущей цены это расстояние порядка 100 пунктов. То есть не самая интересная сделка, особенно с учетом того, что сделка является контртрендовой. Так вот, давайте разберем, что нам стоит ожидать. Вот евро-доллар мы разберем максимально подробно, все остальные пары уже по аналогии. Что нам стоит ожидать? Во-первых, с точки зрения среднесрочных уровней, как я уже сказал, то есть ближайший уровень для дневного таймфрейма у нас находится вот здесь, в этой точке. То есть если пока цена торгуется выше данного уровня, выше отметки 1.17.25, в приоритете остаются покупки. То есть все снижения, которые были, являются коррекционными. Далее, если мы переходим на локальный таймфрейм, уже на четырехчасовой, здесь был также у нас сформирован уровень, который находится вот здесь, находится ниже этого уровня, и мы, собственно, сейчас движемся также по направлению вниз. И четырехчасовой таймфрейм, то есть он примерно будет совпадать фактически с часовым вот здесь, да, на минимуме пятницы, который у нас был. То есть фактически сейчас мы зашли в зону коррекции до уровня 1.17. То есть мы сейчас ожидаем снижения, ну а в тот момент, когда это снижение закончится, уже сможем говорить о возобновлении роста. Давайте схематично обозначим, какой сценарий у нас в данном случае может сложиться, да, для интересного входа в позицию. То есть мы увидим, к примеру, несколько дней снижения, да, у нас начинает снижаться, и до того момента, пока мы не преодолели вот область на дневном таймфрейме, мы получаем сигнал к развороту. То есть мы получаем возможность войти вновь на покупку, то есть у нас инициативу вновь перехватывают покупатели, и мы получаем сигнал практически на вход в сделку. В данном случае стоп-лосс у нас будет находиться вот здесь, да, то есть за минимум того торгового дня, который был пробит. А цель по прибыли у нас будет находиться вот здесь. То есть соотношение риск-прибыль довольно-таки интересно, если мы вот точно так же систематично обозначим, то вот у нас такой потенциал прибыли, и давайте другим цветом такой потенциал убытка. То есть фактически мы получаем возможность войти в сделку, рискуя, ну, берем по максимуму, да, 100 пунктами, а потенциал по прибыли у нас может составлять 50%. Смотреть возможность войти при коррекции вот к данному уровню, то есть войти чуть, чуть ближе к стоп-лоссу, да, что называется, если цена к нему скорректируется. И в этом случае соотношение риск-прибыль уже будет работать на нас. Но еще раз напоминаю, что торговля по тренду всегда будет более перспективна, чем торговля против тренда. Вот я сейчас перешел в чат, Александр задает вопрос о необычных цветах свечей и из каких соображений выбрали на график. Ну, Александр, в соображениях просто удобство, да. Вот я для себя тестировал разные фоны, черный фон, который стандартный метатрейдер, но мне был удобен фон белый и, собственно, цвета свечей красный и синий мне кажется довольно-таки удобным. То есть здесь просто визуально мне такой цвет больше понравился. То есть вы можете для себя настроить любые. Это на качество торговли влияет не сильно. Итак, переходим дальше. По паре евро-доллара резюмируем. То есть у нас на текущий момент образовалось коррекционно-нисходящее движение. Наиболее интересный вариант это завершение данной коррекции и присоединение уже по тренду, то есть на покупку до тех пор, пока цена остается выше уровня 1.1753. И, собственно, покупки здесь также остаются в приоритете. Следующий инструмент, который мы с вами посмотрим, это пара британский фунт американский доллар. по британскому фунту. Здесь у нас есть другие уровни, к которым нужно быть готовыми. Это максимальное значение, к которым мы также подходили в сентябре этого года. Сейчас британский фунт к ним подошел, но обновить их пока еще не смог. То есть, в принципе, по восходящему движению у нас еще до цели порядка 50-60 пунктов, но это уже больше ценовой шум. То есть, фактически, то восходящее движение, которое мы также рассматривали с конца декабря, оно на текущий момент себя также отработало, был обновлен максимум 30 ноября, то есть, что подтверждает вероятность продолжения роста. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление здесь также сохраняется. Ближайший среднесрочный уровень в рамках дневного таймфрейма у нас пока остается на минимальных значениях, которые мы видели в августе. Это отметка 1.2799. Если говорить о уровне среднесрочном для 4-часового таймфрейма, то это уже минимальное значение, которое мы видели в декабре. Отметка 1.330, 1.3302. Ну и уже, если говорить о часовом таймфрейме, то это минимальное значение, которое мы видели после обновления последнего максимума, это минимум в области 3-го января, отметка 1.3497. То есть, на текущий момент мы тоже увидим, что пара британский фунт начинает двигаться в некотором боковике. То есть, сегодня мы торговались и у максимума пятницы, и у минимума, но ни туда, ни сюда, пока мы еще не ушли. Основное направление у нас остается восходящее. До тех пор, пока мы торгуемся выше отметки, ну, ближайший уровень на 1.3523, но здесь пока я бы рассматривал вот именно последнее минимальное значение за последние 7 торговых дней, это отметка 1.3493. То есть, вот данный уровень для начала коррекционного движения. Если мы сегодня с утра сможем, если мы сегодня сможем еще обновить максимальное значение, то есть, уйти чуть выше, то вероятность смещения данного уровня на минимум уже с сегодняшнего дня. То есть, но пока его оставляем на 1.3492. Собственно, рост здесь также сохраняется, но в том случае, если мы увидим закрепление ниже отметки 1.3492, то вновь начинается коррекция, а завершение коррекции в рамках текущего снижения, это также будет являться интересной возможностью присоединиться на покупку в сторону основного тренда. То есть, фактически, то же самое, что мы видели начиная с конца ноября. То есть, мы ушли в коррекцию, в какой-то определенный момент эта коррекция завершилась, и произошел следующий импульс. Наибольший интерес представляют те, безусловные, сделки и те ситуации, при которых мы входим в сделку на коррекциях и в сторону основного тренда. Поэтому, пока британский фунт торгуется выше минимальные значения, которые были на прошлой неделе, то у нас тенденция в рамках часового таймфрейма также остается восходящей, пока здесь в коррекцию мы не уходим. Следующий у нас на очереди канадец. По канадцу тенденция фактически сохраняется, то есть, у нас ничего не поменялось с последних наших вебинаров, которые были. в декабре снижения сохраняются и, собственно, что здесь хотелось бы отметить, это то, что вот тот боковик, который мы отмечали в рамках дневного и четырехчасового таймфрейма, он не устоял все-таки в сторону продаж. Ушли мы в конце декабря ниже отметки 1.26.30, ну и, собственно, с тех пор прошли еще порядка 270 пунктов. Но это было также ожидаемо и с точки зрения работы в данном боковике наиболее также интересными точками были присоединения на продажу уже в области максимальной значения, которую мы видели 19-20 декабря. Давайте посмотрим локально, что у нас происходило. Давайте закончим сначала с дневным таймфреймом, то есть, куда мы все-таки можем упасть и где у нас следующие остановки могут быть. фактически следующие уровни, которые могут несколько затормозить снижения по канадцу, это является область 1.24.05 1.23.70 ну вот фактически там, где у нас сейчас находится. После ухода ниже данных уровней, особенно когда мы в пятницу видели довольно-таки активное снижение по канадцу, то вероятен период коррекции с последующим продолжением уже нисходящего движения в область минимальных значений, которые мы видели в сентябре этого года на отметке 1.20. Сейчас с точки зрения целей среднесрочных и долгосрочных туда канадец и стремится. Возобновление роста, то есть первые ориентиры, на которые мы можем отмечать, это во-первых преодоление максимальных значений, которые мы видели 4 января, то есть выше отметки 1.25.54, один из уровней, который мы можем отметить, то есть в рамках четырехчасового таймфрейма, ну и заход соответственно опять в область 1.26-1.29, тогда уже вновь можно будет присмотреться к покупкам. Ну и сейчас я уберу, не совсем удобно, и с точки зрения опять же часового таймфрейма, те ситуации, которые мы рассматривали как раз на последних наших вебинарах, когда цена подошла к максимальному значению вот в этом боковике, который был довольно-таки долго, и мы получили отбой от уровня, то есть мы пробили минимальное значение, которое было 19 декабря, пробили его 20, и собственно вот отсюда у нас началось снижение. Фактически каждый день, вот так же обратите внимание, идет ниже и ниже предыдущего, то есть цена полномерно снижается, и мы не получаем обратного сигнала, то есть цена не пробивает максимум предыдущего торгового дня, что позволяет нам сохранять данную позицию, сохранять данную сделку. Максимальное движение, которое на текущий момент цена прошла, это порядка 470 пунктов от момента начала падения. Соответственно, какие у нас дальше есть предпосылки, что будем отслеживать по канадцу. Во-первых, это начало коррекции, то есть вход на продажу, в том случае, если у нас начинается коррекционное движение, то есть мы, во-первых, уходим, к примеру, выше максимума, которые были в пятницу, или уже по завершению тенденции сегодняшней мы начинаем корректироваться, то есть начинается движение восходящее, ну а уже после того, как мы вновь получаем пробитие минимального значения, которое у нас было сформировано в рамках данной коррекции, которая желтым цветом обозначена, то это формирует вновь сигнал на начало возобновления продаж, то есть со ступлосом за максимальное значение, которое было за предыдущий день, и с целями ближайшими, откуда эта коррекция началась. Но мы с вами уже смотрели, что следующие цели уже находятся в области 1.20. Но опять же сейчас, если говорить о продажах, то о них нужно будет иметь смысл задуматься, то есть если вы сейчас находитесь не в позициях либо после начала коррекции, ну и ее соответственно завершения, либо после преодоления минимальных значений, которые у нас были в пятницу, это отметка 1.2355. Тогда в этом случае цена у нас уходит ниже уровней минимума на 1.2355, то есть мы получаем подтверждение следующего импульса, видим, происходит коррекция, тогда в этом случае у нас стоп-лосс уже будет гораздо ближе. На текущий момент ближайший стоп-лосс, который можно будет поставить, это за максимум, который был в пятницу, но после такого длительного снижения на почти 500 пунктов вероятность коррекции становится все выше и выше, то есть входить по самым минимальным значениям на продажу или по самым максимальным на покупку, это всегда ситуация довольно-таки опасная и ее нужно стараться избегать как в данном случае по канадству, то есть входить на продажу либо после подтверждения нисходящего импульса, либо уже после завершения коррекции восходящей, которая у нас может продлиться к примеру несколько дней. Далее у нас на очереди пара американский доллар и японская иена. По данному инструменту мы видим давайте посмотрим сразу же с более крупного таймфрейма. Здесь у нас фактически тот же боковик, который у нас был ранее обозначен, он все еще сохраняется, мы находимся вблизи верхней границы, то есть пара пытается преодолеть эту область на отметке 114, но пока этому не очень хорошо удается. Последний подход был в мае, затем подошли в июле, затем подошли в ноябре. Вот опять же как работают уровни сопротивления и поддержки. Мы зажаты в таком диапазоне, в таком канале. Здесь на текущий момент какие важные особенности стоит отметить, это то, что уже в рамках данного канала, давайте перейдем на 4-часовой таймфрейм, есть ситуация, которая требует нашего внимания, а именно она заключается в том, что цена перешла в фазу снижения, вот фактически последний импульс, который у нас был для 4-часового таймфрейма на отметке 111.60 его преодолели мы в конце ноября и затем ушли вновь в коррекцию. Поэтому на текущий момент в рамках более крупного таймфрейма, то есть таймфрейма старшего порядка пока остается в приоритете продажи. И здесь я бы это тоже разграничил. До следующей ситуации это вот данная область, то есть боковик, верхняя граница у нас находится на отметке 113.70, нижняя граница 112.03, то есть диапазон порядка 170 пунктов у нас здесь прослеживается. То есть вот пока цена не ушла выше, вновь выше данного импульса, приоритет для старшего порядка у нас остается нисходящий. Потому что, давайте я покажу еще на дневном таймфрейме, так это тоже будет удобнее. То есть вот последний уровень, который был пробит, и фактически то восходящее движение, которое у нас было, является на текущий момент коррекцией. Коррекция будет до тех пор, пока мы не преодолеем данный максимум. Соответственно, мы видим недобитие до этих отметок последними коррекциями. Это как раз тот боковик, который я рисовал. И, собственно, пока мы не ушли выше данной отметки, то есть пока не зашли в эту область, у нас приоритет остается продажа. Поэтому и в рамках часового таймфрейма, на мой взгляд, приоритет тоже нужно отводить непосредственно продажам с целью движения на отметку примерно 186-183. Давайте посмотрим дальше уже часовой таймфрейм. То есть здесь по данной паре гораздо больше нюансов, на которые важно обращать внимание. И я, коллеги, напоминаю тоже для всех, кто присутствует впервые на нашем YouTube-канале каждое утро мы выкладываем ежедневный обзор, который возобновится уже завтра с утра, вы сможете его найти на нашем YouTube-канале, где я буду уже говорить о важных корректировках, на которые стоит обратить внимание на текущий торговый день. Поэтому, если вы пропустили в начале о том, что я говорил про данный канал, обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, нажмите на него, и тогда вам будут приходить уведомления о новых видео. Там как раз каждое утро уже по актуальной ситуации информация появляется. Что мы видим в этом году, за этот год? Последние максимальные значения, которые у нас были после последнего импульса коррекции, вот у нас день, это было 3 января, затем 4 января мы закрепили за данным уровнем, и сейчас тенденция перешла в фазу роста, то есть коррекционные восходящие движения. Что здесь мы можем ожидать? Во-первых, сегодня мы видим обновление локальных максимум, что пока сохраняет тенденцию восходящую по паре американский доллар, японская иена. Возобновление продаж в данном случае будет актуально, если мы либо сегодня уходим ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу, это отметка 112, 71, либо уже после закрытия торгового дня, когда уже начинаются следующие сутки, у нас наш уровень сместится на минимум понедельника и начало вновь снижения будет обусловлено обновлением минимальных значений, которые будут еще сформированы сегодня, то есть через несколько часов это очень важно смотреть именно по закрытию дня, то есть когда день закрывается, открывается следующий день, то есть начнется вторник, и вот если во вторник цена закрепится ниже отметки, которые сейчас мы просто схематично добавили как план развития событий отметки 112,88, то тогда уже набирает начало вновь нисходящее движение по данной паре. Далее у нас на очереди австралиец, по австралийцу мы довольно-таки неплохо набирали рост, то есть фактически то движение восходящее, которое мы отмечали в начале декабря, цена прошла порядка 340-350 пунктов с момента начала того роста, но безусловно на текущий момент здесь важно отметить, давайте сначала по более крупному таймфрейму, во-первых уровень сопротивления, то есть цель, которую мы ставили в области 78-80, ближайшая цель, которая была первая была это 77-45 минимальное значение октября, следующая цель по движению это уже на 78-79 следующая на 80-64 на текущий момент в рамках дневного таймфрейма у нас преобладает рост, для подтверждения уже и возможном росте до отметки 80 нам нужно увидеть закрепление выше как раз максимума 78-75 максимум, который был сформирован получается в пятницу, ну и собственно дальше уже мы сможем продолжить покупать по данной ситуации. Что касается уже часового таймфрейма, во-первых, та ситуация, я напомню, она переходила из фазы контртрендовой, да, это был 8 декабря сигнальный день, 11 декабря в понедельник мы вот видите закрылись выше уровня, выше максимума торгового дня и собственно дальше у нас каждый последующий торговый день, если мы с вами отметим, посмотрим, шел выше и выше предыдущий, то есть у нас данный рост сохранился на протяжении практически трех недель, а вот сейчас на что важно обратить внимание, то что сегодня фактически мы получаем точно такой же сигнал о начале коррекции. По австралийцу мы закрылись, несколько свечей закрылись ниже уровня 78.34 минимум, который был зафиксирован в пятницу и вот с данных уровней уже вероятно начало коррекционного нисходящего движения, завершение которого позволит вновь присоединиться на покупку в сторону роста по австралии. То есть сейчас если говорить о покупках, на мой взгляд нужно взять паузу и возобновить либо после уже завершения коррекции нисходящего движения, либо уже после обновления максимального значения, которое мы видели в пятницу и собственно дальше уже открываются цели движения до 80. Но пока нужно здесь взять паузу. Но для тех трейдеров, которые работают контртрендово, сейчас также вот эта возможность открыть сделки на продажу она появляется, но помните о том, что данная позиция уже потеряет свою актуальность, то есть там, где должен стоять стоп-лосс, это максимум который был зафиксирован в пятницу. То есть если цена уходит выше данного уровня, то вероятность продолжения роста уже будет более вероятна и к этому тоже нужно быть готовым. Далее у нас на очереди евро-фунт, пара евро-фунт. Собственно здесь те тенденции, которые мы видим на евро-доллары, на паре британский фунт и американский доллар, они и проецируются на данной паре. Фактически у нас здесь есть важный уровень поддержки, который находится в области 87, преодоление которого уже вниз нас вернет к продажам до вероятного снижения на 83-82, ну а пока мы торгуемся выше данного уровня, тенденция к росту у нас остается в приоритете. но здесь больше напоминает такой треугольник, не совсем ровный, но тем не менее, то есть она консолидируется, амплитуды движения становятся все меньше и меньше и вот уже уход за, к примеру, за максимум, который у нас были зафиксированы, давайте посмотрим, когда, в начале этого года, то есть в области 89-15 вернут нас довольно-таки могут принести нам довольно-таки интересный рост до отметки 93, ну а в свою очередь уход ниже минимальные значения, которые у нас были зафиксированы в области ноября, конца ноября, начало декабря, уже нас может направить в сторону движения на область 82, то есть вот этот момент здесь нужно учесть. Что касается часового таймфрейма, то есть здесь на текущий момент глобально пока евро растет быстрее, чем британский фунт, то есть тенденция на укрепление сохраняется среднесрочно, я бы назвал это боковиком, то есть движение идет в боковике, ну а в рамках часового таймфрейма у нас на текущий момент тенденция преобладает нисходящая, собственно вот после последних максимумов, которые мы видели 4 января, цена уходит ниже минимума, который был зафиксирован в этот день и собственно в рамках часа мы британский фунт сейчас выглядит сильнее, то есть у нас евро дешевеет по отношению к британскому фунту и поэтому мы видим движение нисходящее, поэтому пока в рамках часового таймфрейма у нас сохраняется тенденция на снижение. Далее, коллеги, у нас на очереди идет золото золото давайте посмотрим что у нас происходит по золоту и я напоминаю что если у вас появляются какие-то вопросы не стесняйтесь писать в чат ваши вопросы помогают мне сориентироваться что не совсем понятно что нужно сказать более детально или на чем инцентировать внимание поэтому ваши вопросы пишите пожалуйста в чат я буду на них тоже останавливаться и возвращаться но у нас начало года не радуется какими-то сильными движениями какими-то событиями сильными поэтому у нас все довольно-таки плавно здесь и идет по золоту собственно здесь тенденция восходящая у нас сохраняется основной тренд у нас идет на повышение следующие цели которые мы можем отметить вам как дня это золото на отметке 1360 долларов за тройскую унцию если мы посмотрим выше то есть на таймфрейме еще большего порядка то это уже потенциал роста до 1380 и далее уже ну собственно по тем максимальным значениям на которых мы золото и видели а сейчас уже среднесрочно локально с того роста который начался в середине декабря у нас все сохраняется точно так же то есть мы практически подросли почти на 100 долларов за тройскую унцию за данный период времени то есть чуть меньше чем на 10% по данному активу за буквально 2 недели а с точки зрения локальных уровней мне остается сказать только о том что начало того роста который был в середине декабря у нас ничего не меняется каждый последующий минимум идет выше и выше предыдущего да это мы с вами видим и более важный уровень у нас на текущем находится на минимуме который был 4 января это отметка 1306 долларов за тройскую унцию краткосрочный уровень в рамках часового таймфрейма у нас находится на минимуме пятницы то есть в том случае если мы увидим уход ниже данного уровня то уже вероятно возобновление снижения и начало коррекционного нисходящее движение по золоту завершение опять же которого даст возможность присоединиться на покупку после завершения данного коррекционного движения поэтому рост продолжается к следующим целям золото также стремится с точки зрения присоединения по данным позициям по золоту всегда важно входить вблизи сильных уровней на текущем сильным уровнем является минимум который у нас был 4 января то есть здесь следующим сильным уровнем у нас будет образовано в том случае если она уходит в коррекцию и вот данный уровень будет являться сильным для инициации уже открытия позиций а данный уровень является сильным для установки уже непосредственно стоп-лосса поэтому если говорить о покупках по текущим ценам то ближайший уровень стоп-лосса имеет смысл устанавливать за минимальное значение которое было 4 января то есть соотнеситесь с вашими рисками соотнеситесь с вашими целями и планами по данному активу и если для вас этот риск приемлемый то покупки здесь можно будет также рассматривать ну либо подождать пока цена вновь скорректируется по золоту уйдет в коррекцию тогда входите уже по завершению данной коррекции ну собственно точно так же как мы с вами рассматривали по валютам на сегодняшнем вебинаре нефть марки бренд по нефти марки бренд смотрим дневной таймфрейм собственно у нас опять исторические максимумы давайте посмотрим как давно мы здесь не были мы здесь были последний раз в мае 2015 года чуть больше чем 2 года назад и вот сейчас мы подошли опять к уровню сопротивления который находится на отметке 67.80 то есть вот сейчас как раз цена там и остановилась что мы можем ожидать в данном случае опять же два сценария развития событий во-первых если говорить о возобновлении роста то нам нужно увидеть закрепление выше данного уровня тогда у нас откроются уже следующие цели на 80 95 и так далее либо второй вариант это продолжение покупок после коррекции которая может произойти и уже входить по более интересным ценам то есть когда мы берем актив не по максимальной цене а после того как цена корректируется мы к нему присоединяемся ближайший уровень в рамках дневного таймфрейма который мы можем обозначить по нефти марки бренд находится в области примерно 44 то есть это такой долгосрочный достаточно уровень более локальный находится на отметке 61.71 то есть это уже в рамках четырехчасового таймфрейма мы можем рассматривать ну а по часу по часовому таймфрейму у нас покупки также сохраняются в пятницу мы видели точнее в пятницу мы видели уход не добить до максимальной значения и переход сейчас в фазу как раз коррекции то есть вот был минимум получается четверга до 4 января а в пятницу мы закрепились нише данного уровня и на текущий момент в рамках часового таймфрейма продажи то есть коррекционное движение у нас остается в приоритете то есть вот как раз завершение данной коррекции и будет интересной ситуации для присоединения на покупку по данному инструменту либо уже в том случае если цена уходит выше максимум который пока является ключевым в текущей ситуации по максимуму пятницы это отметка 68.49 то уже присоединяется на покупку после обновления данных уровней то есть сейчас покупать пока рано для тех кто также работает контртрендово одна из возможностей рассмотреть продажи но напоминаю что данная сделка является контртрендовой которая менее перспективна чем сделка которая открывается по тренду следующий у нас на очереди индекс DAX по DAX мы увидели вновь возобновление роста фактически здесь индекс DAX как ключевой индекс как индекс одной из ключевых европейских экономик Германии продолжает свой рост видели уже исторически максимум в октябре на отметке 13.540 собственно тенденция к росту у нас и сохраняется ближайший уровень старшего порядка мы можем отметить на минимум в области 11.870 а ближайший уровень который мы отмечали на наших вебинарах в прошлом году это как раз вот тот боковик который у нас действовал с середины ноября до фактически конца декабря то есть это область 12.876 сейчас рост по индексу DAX вновь возобновился но и позиции на покупку здесь на мой взгляд являются более интересными после открытия рынка 2 января мы обновили немного минимальное значение но уже фактически отыграли данное движение в течение дня и цена 3 января смогла закрепиться выше максимума которые у нас были 2 и собственно рост у нас продолжился то есть теперь следующие цели у нас находятся по восходящему движению это во-первых преодолеть максимум области 13340 ну и пойти на обновление исторических максимумов на отметке 13531 по следующему инструменту по которому будет небольшая оговорка это биткоин который мы с вами тоже включаем в наш обзор но хочу обратить ваше внимание и я думаю что мы будем рассматривать какие-то дополнительные инструменты по биткоину для наших обзоров по той простой причине что некущая моя компания Наромаркетс стала предоставлять то есть качественного провайдера ликвидности который мог бы и давать хорошее исполнение ну хорошее настолько сколько оно может быть с рынком криптовалют и возможность давать 24 на 7 то есть суббота и воскресенье пока на текущий момент мы вероятно возобновим в ближайшее время предоставлять данные для торговли но торговля в выходные дни будет закрыто а так как биткоин он собственно торгуется в эти дни то уже важно и отслеживать то как цена ведет себя и на выходных днях поэтому пока на текущий момент мы с вами видим информацию последнюю субботы собственно 7 января то есть здесь котировки они шли то есть сейчас мы видим торговлю по и выходные дни то есть котировки они здесь отображаются то есть это дает нам максимальную информацию но в том случае если в рамках метатрейдера мы не сможем отображать именно торговые дни субботы и воскресенья то я думаю что мы с вами будем рассматривать графики уже по нескольким другим платформам ну скорее всего просто аналитически не аналитически а общий курс динамики биткоина за уже непосредственно по дням я думаю что это будет не столь критично ну и тем не менее что у нас происходит с биткоином по биткоину мы уж уходим вновь в коррекцию по коррекция по данному инструменту опять началась мы торгуемся ниже минимальное значение которое было вчера 15636 что вновь нас сейчас возвращает к фазе снижения по биткоину следующей цели которую мы можем обозначить это снижение до отметки 13149 ну и как я говорил с точки зрения моего мнения работы по криптовалютам на мой взгляд здесь имеет смысл работать только в сторону повышения то есть когда коррекция завершается тогда входить уже на покупку потому что рост он в любом случае может принести гораздо больше чем снижение то есть ну практически если открыть сделку на продажу то максимум сколько можно заработать практически 100% без всех дополнительных вещей а рост он может быть и 100% 200% 300% это уже гораздо более интересно ну я думаю что всех интересует вопрос с риплом да вот константин тоже такой вопрос задает и давайте посмотрим что у нас на графике происходит на текущий момент по данному инструменту ну я думаю что то снижение тот тот роста который фактически был по данному инструменту вот здесь к сожалению котировки не отображается сейчас попробую обновить то есть тот стремительный рост который происходил до отметок там до 1.32 рипл дорастал то сейчас уже ну судя по котировкам которые поступают происходит небольшая коррекция то есть все таки да определенный ряд ну вообще рипл это система которая была придумана как альтернатива с лифтам то есть возможность межбанковских переводов сделать их дешевле быстрее и очень большой интерес с точки зрения данной валюты да ну криптовалюта фундаментальная заключается в том что как только банки ну фактически начинают использовать данный инструмент да добавлять его в свой портфель да ну или присматриваться или тестировать ну обращать внимание так скажем то это вызывает определенный рост ну собственно на каких событиях и произошел последний скачок то есть выросли практически в 15 раз за буквально месяц да ну и безусловно криптовалюты вот этим и являются интересными но опять же да если говорить о продажах то здесь мог быть максимум 100% если говорить о покупках то практически полторы тысячи процентов здесь тоже могло быть но всегда важно помнить о том что криптовалюты это новый продукт да он появился относительно недавно в том виде особенно для трейдеров для спекулянтов которым он предоставляется поэтому он является более рискованным он менее с точки зрения технической части реализован то есть возникает ситуация когда просто нет возможности закрыть сделку да потому что нет контрагента который может ее провести или открыть сделку это для криптовалют на текущий момент являются нормы надеемся что будет появляться больший пул уже провайдеров ликвидности кто предоставляет данный инструмент и все мы сможем его использовать более более интересно но я не говорю о том что работать с ним не стоит это безусловно интересно но риск да то есть вообще в принципе если мы говорим о торговле на финансовом рынках риск он и так довольно-таки большой если говорить о криптовалютах то это еще умножить на 3 потому что вероятность того что произойдет снижение до минимальных значений которые в принципе когда криптовалют открывалась такая вероятность есть то есть это новый продукт никто не знает как он будет себя вести дальше поэтому с точки зрения торговли мы также в свою очередь рекомендуем присмотреться к тем же инструментам которые торгуются на текущий момент то есть те же самые фондовые индексы как индекс DAX и S&P500 и которые показали за последние несколько лет довольно-таки интересный рост но здесь мы уже знаем что индексы подкреплены акциями акциями подкреплены непосредственно деятельностью компании и это дает больше надежность с точки зрения актива чем пока не может похвастаться криптовалюта да криптовалюта может похвастаться быстрым ростом но с точки зрения надежности как продукта пока еще очень много вопросов но я думаю что мы будем тоже это стараться затрагивать возможно проведем какие-то отдельные вебинары по работе с данными криптовалютами и обязательно о них расскажем вот да Константин задает вопрос по тихоанализу на крипте ну в принципе технический анализ он примерно такой же да стоишь разницы что исторические уровни меняются очень быстро и фактически сейчас мы видим только фазы роста поэтому принцип он тот же самый только на мой взгляд более эффективно держать в голове тот факт что покупки на текущий момент более интересны чем продажи и с коррекцией то есть когда завершается коррекция уже входить непосредственно на покупки по данному инструменту итак коллеги по основным вопросам которые я планировал сегодня обсудить на нашем первом вебинаре в этом году я рассказал то есть прошли все основные моменты коллеги я напоминаю что для того чтобы смотреть наши онлайн обзоры которые выходят каждый день по техническому анализу которые выходят также по фундаментальному анализу непосредственно онлайн когда выходит какое-то событие подписывайтесь на наш ютуб канал ставьте колокольчик и не забывайте ставить лайки к тем видео которые вам нравятся которые для вас полезны ваши вопросы к следующему вебинару ну и в целом те вопросы которые у вас появляются присылайте мне на почту роман.исаков собака адмиралмаркетс точка ком вот данная почта и уже увидимся на следующей неделе как я уже сказал в начале есть вероятность того что мы постепенно будем смещать формат наших встреч на ютуб где будет происходить у нас онлайн трансляция но если это произойдет то мы обязательно провестим отдельным письмом чтобы вы все были к этому готовыми возможно это произойдет с первого числа февраля пока реализуется вся техническая часть для данного перехода но в любом случае мы скажем вам где посмотреть наш ежедневный обзор на неделю и так коллеги всем спасибо за внимание еще раз поздравляю всех с наступившим новым годом желаю исполнения точнее реализации всех намеченных целей всех намеченных планов и успехов в новом году от себя в компанию адмирал маркетс мы готовим для вас большое количество интересного контента интересного материала который будет направлен в большей степени для реализации практических задач практических целей и об этом мы тоже расскажем вам в ближайшее время всем желаю хорошего торгового вечера хорошей торговой недели и до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...